Девушки отдыхают Ты что, не Нази, а Хазал? Не запомнила за три месяца? Простите, пустяки Прошу прощения Вставай, идем Куда? Прогуляемся по магазинам Я не пойду, не хочу Но ты все время сидишь дома, пойдем В другой раз, обещаю Я спущусь вниз И ты поторопись Гость скоро прибудет Я же сказала, что не спущусь на ужин Платье заказано согласно размеру других твоих платьев Должно подойти Я не пойду на ужин Как мне еще объяснить? Не пойду Будь внизу через пятнадцать минут Встречать гостя будем все вместе Всей семьей Я говорю, что не пойду Меня не волнует Компания, партнеры, ваша семья Не ваша семья А наша Можешь не признавать это Но ты, моя жена Другой семьи у тебя нет Ты, Хазалды Мироглу Я из кожи вон лезу, чтобы не расстраивать тебя Не выводи меня из себя Надень платье И будь внизу через пятнадцать минут Дорогая Хазал Всем добрый вечер И тебе добрый вечер Выглядишь с ног сшибательно Садись сюда Будешь вино, милая? Не буду, спасибо Добрый вечер И где же ты был? Почему опаздываешь? Нет Я не опоздал Я пришел вовремя Мне сказали, что ужин будет в девять А сейчас Без пяти девять Что ты несешь? Ты пьян? Я никогда не был так трезв Я пришел на ужин Не как член семьи А как генеральный директор Новой компании Представляю вам нового партнера ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Не нужно. Я уверен, что ты хорошо подготовился. Иначе бы ты никогда не осмелился прийти сюда. В Урал. Пойдем со мной, нам нужно сейчас же поговорить. Поговорим позже. Некрасиво оставлять гостя одного. В Урал. А с тобой потом поговорим. Предлагаю пройти к столу. Конечно. Рада нашему знакомству. Я не сразу представилась. Дефне, жена Синана. И мне приятно познакомиться. Ваш муж рассказывал о вас. Прошу. Можете сесть сюда. Дорогая, прошу. Благодарю. Сельма, можешь подавать блюдо. Хорошо. Я знал, что вы будете удивлены, увидев меня. Но не предполагал, что будете настолько учтивы. А почему ты удивляешься? Когда ты однажды преградил нам путь, я был довольно вежлив. К тому же в моих принципах быть гостеприимным даже с врагом. Да, верно. Вы предпочитаете сводить счеты с врагом, действуя из-под тишка. Будет лучше, если мы приступим к обсуждению партнерства. С вашего позволения, у меня болит голова. Сядь, дорогая. Здесь все свои. Этот ужин гораздо больше, чем скучный деловой ужин. Если позволишь, я задам тебе пару вопросов. В последнюю нашу встречу ты был бедным рыбаком, у которого сгорела лодка. Как вышло, что мы стали партнерами? КОНЕЦ Ваша жена знает. Мой отец был уважаемым рыбаком. Его можно было считать философом. Он всегда повторял одну ценную фразу. Если однажды упадешь в море, связанном по рукам и ногам, не бойся. Ты либо там сразу умрешь, либо, ударившись о дно, быстро всплывешь на поверхность. Я был на дне, но не умер. И теперь мы партнеры в Урал до Мироглу. Что значит, вы не в курсе? Вы сказали, что передали акции партнеру. Прошу вас, успокойтесь. Не успокоюсь. Сначала говорите, что передали акции партнеру, а потом этот рыбак предстает перед нами. Что вы задумали? Я не обязан отчитываться по поводу моих деловых решений. Партнер захотел купить мои акции и передал их Кенану в счет своего долга. Вот и все. Все не так просто. Мою семью и компанию разыграли. Я не оставлю это просто так. Кто бы не стоял за этим рыбаком, кто бы не поддерживал его, он ответит за это. Хазал. Простите. Привычка. Если вам неприятно, я могу называть вас госпожой Хазал. Да. Это будет более уместно. Хорошо, госпожа Хазал. Кулон на шее – это... черный жемчуг? Да, черный жемчуг. А вы знаете его историю? В детстве рассказывали. Да? Расскажи, Хазал. Я люблю такие истории. Я ее плохо помню. Да? А вот я прекрасно помню. Именно этот черный жемчуг был самым редким в мире. Никто не мог его отыскать. Те, кто пытались, умирали. Очень глупая сказка. Даже у такого редкого и ценного жемчуга есть своя цена. Если есть деньги, можно купить его. В детстве люди верят в такие сказки. Но повзрослев и поумнев, понимают, какая же это глупая ложь. Да, ты прав. Сказки придуманы для того, чтобы утешать детей и глупцов. Поэтому отложим в сторону глупые сказки и поговорим о реальности. Я только за. Девушки отдыхают. В окружении нет влиятельных людей. Оказывается, есть. И ты это проморгал. Ты поплатишься за это. Я не прощу такой ошибки. Ты за короткий срок разбогател и стал нашим партнером. Если позволишь, я уточню пару моментов. Ты имеешь хоть малейшее представление о нашей работе. Поставлять морепродукты в самые престижные рестораны и отели мира – это не пара килограммов выловленной рыбы. Знаете, жизнь научила меня не бояться ничего и никого. Меня вовсе не пугает бизнес. Тем более рядом со мной будет Синан, знающий все тонкости вашего дела. Благодарю за доверие, Кенан. Вы правы. Опыт Синана поможет в работе. С вашего позволения. Головная боль уже нестерпима. Как пожелаешь, дорогая. Я пойду. А вы спокойно обсуждайте дела. Была рада знакомству. Я тоже. Хазал, как ты, милая. Я бы не хотела оказаться на твоем месте. Бывший жених и муж станут партнерами. Просто кошмар. Не нужно смущаться. Это наш женский разговор. К тому же я не выдам твою тайну. Но мне кое-что интересно. Что ты почувствовала, увидев Кенана? Пойми меня правильно. Вы ведь не так давно расстались. Да и с Вуралом поженились как-то в попыхах. Так же, как и вы с Синаном. Так и быть, скажу. История с Кенаном закончилась. В день свадьбы с Вуралом. Доброй ночи. Боже, что мне делать? Как мне это выдержать? Он так близко. Помоги мне, прошу. Дай мне сил. Итак, теперь поговорим о работе. Завтра первое собрание Совета Директоров. Будет утверждена моя должность. Сразу же после этого... Не надейся напрасно. Партнерства нет. Мы его расторгаем. Как это? А чего ты ожидала? Что мы станем партнерами с этим рыбаком? С этим рыбаком вы уже партнеры. Кроме того, наш договор касается не родословной, а бизнеса. Мне плевать на договор. Партнерство расторгнуто. А, так вы об одностороннем расторжении. Вам придется заплатить солидную компенсацию. В договоре нет пункта о том, что компенсация не выплачивается рыбакам. А ты молодец. Браво, ты хорошо подготовился. Поздравляю тебя. Но ты кое-что забыл. Я рыба покрупнее, чем ты думаешь. Размер рыбы не имеет значения, если она на крючке. Судьба рыбы зависит от мастерства рыбака. Должен же быть какой-то выход. Я с этим не смирюсь. Это невозможно. В Урал, ради бога, скажи что-нибудь. Мама сделает все, чтобы расторгнуть этот договор. Ну а в Урал? Пока не знаю, что он будет делать. Но он понял, что за тобой кто-то стоит. Скоро он догадается, что это Азистопрак. Пока они поймут и докажут это, давно уже будут у нас в руках. Не стоит недооценивать в Урала. Он гораздо умнее, чем ты думаешь. Его ходы сложно предугадать. И вот здесь как раз я вам понадоблюсь. Ты ведь это знаешь? Когда я получу желаемое, и ты получишь свое. Ты представить не можешь, чего я хочу. Ладно, пусть, пусть так. Ты босс. Хорошо. Они будут расспрашивать и давить на тебя. Если проговоришься, тебе не сдобровать. Я лучше всех знаю, что мне делать. Будь спокоен, господин Кенан. Отлично. Слушаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова